всем привет в одном из комментариев как водится я прочитал следующее сейчас очень много отличной музыки вот формулировка какая очень много отличной музыки с этим я согласен полностью огромное количество прекрасной музыки но мало великих групп и я начал задумываться а что такое великая группа и понял что я не очень себе представляю что такое великая группа мы привыкли называть великими группами Led Zeppelin, Rolling Stones, The Beatles некоторые называют Deep Purple, некоторые Black Sabbath и проще проще это конечно так да это конечно великие группы но величие их заключается в том что они являются основателями той рок-музыки которую мы все слышим сейчас ну не совсем так конечно если говорить о beatles это действительно гениальные композиторы это одни из лучших композиторов 20 века если не выше бери the rolling stones это основа основа рока основа рока основа рока как такового рок музыки как таковой beatles это просто великая музыка а rolling stones это основа рока на того который мы все любим ну и дальше пошло Led Zeppelin Deep Purple Black Sabbath и так далее и тому подобное но очень много групп прекрасных замечательных удивительных разных и называть кого-то из них великими я не знаю не знаю не уверен что так ну джет ротал великая группа можно сказать да можно сказать да изумительно одна из просто уникальнейших групп но тот же ян андерсон сказал такую вещь когда приезжал в нашу страну и мы с ним встречались он сказал что я повторю я уже говорил в одном из роликов от джет ротал об этом что если бы джет ротал собрались сейчас он сказал если бы я играл сейчас вот мы начали бы делать группу мы бы никогда не стали столь знаменитой столь известная столь популярна как в те годы потому что огромное количество не конкурентов но прекраснейших музыкантов и замечательных групп и стать среди этой массы этого множества артистов великим но практически невозможно потому что великих в смысле творчества в смысле исполнительского мастерства в смысле композиторского мастерства очень много сотни если не тысячи если посмотреть на современные группы ну числа им нет просто их так много и такое столько названий которых я я начинаю куда копаться в разных как ресурсах я вижу сотни групп даже названий которых я никогда не не встречал и когда что-то тыкаешь начинаю слушать понимаешь что это вот это да вот это вот это круто это что-то невероятное загой музыки я никогда раньше не слышал и я буду эту группу искать покупать слушать дома и и так далее и так далее очень много прекрасной музыки ну на фоне того что конечно очень много и музыки абсолютно поп абсолютно проходной ну для каждого такая музыка своя я например не могу слушать такие коллективы как интерпол почему-то хотя по всем параметрам они должны мне нравиться но я их не могу воспринимать вообще не могу слушать всякие там сноу патрол или там упаси господи никелбек хотя по всем показателям вроде бы и сноу патрол мое должно быть да и никелбек даже при моей любви к старому тяжелому року даже даже the strokes мне не нравится хотя их собратья разнообразные начиная от франц фердинанд там и дальше безумно люблю ну вот так складываются обстоятельства однако среди групп не новых даже но работающих в нашем тысячелетии переползших из прошлого века в нынешние и реанимировавшихся это мне очень нравится вот этот коллектив я даже покупаю пластинки этой группы которая называется Апган Викс Апган Викс это предпоследний альбом In Spades он называется последний я к сожалению не слышал еще пока как только я увижу его в магазине в 2022 году он вышел я его тут же конечно возьму потому что у меня немного Апган Викс вот тут что что подобралось то подобралось но все эти пластинки я безумно люблю всем советую и эту группу рекомендую потому что она творческая она не попсовая ну в том смысле что не собираются музыканты незнакомые между собой садятся с продюсером и начинают выдумывать что мы будем делать что сейчас в тренде какая музыка сейчас цепляет молодежь какая звучит по радио и ага вот это мы будем делать так же мы будем двигаться в этом ключе что-нибудь изменим возьмем хорошего вокалиста какие вокалисты сейчас котируются баритоны тенора тенора возьмем хорошо и это не то это другая история это абсолютно нормальная группа не могу сказать что это семья потому что здесь все-таки никакой демократии нет а Грег Далли или Грег Дулли как многие говорят Грег Далли по-моему правильно он в каком-то смысле диктатор он диктует все и вся сочиняет делает аранжировки но какие-то ростки демократии там конечно есть в этом коллективе иначе группа существовать не может когда в группе один человек диктатор это либо ничего хорошего не получается либо группа разваливается ну либо не разваливается но музыка становится неинтересной какую группу не возьми хоть там из стариков из прошлых времен там Queen Doors что угодно все равно там коллективное творчество как ни пути ну вот этот альбом мне очень пришелся по сердцу потому что музыка там современная там здесь современная и очень драматичная а я человек русский а русскому человеку драматическая музыка музыка со страданием она все-таки близка несмотря на то что рок-н-ролл это музыка мажорная веселая даже блюз это светлая не скажу что светлая яркая скорее яркая и оптимистичная оптимистическая оптимистичная музыка а это русскому сердцу должно быть русскому духу должно быть очень близко и поэтому я все это делаю вам и советую и мелодика даже здесь в некоторых песнях например в песне ореол не помню как правильно произносится она и особенно той автоматик той автоматик автоматик кстати той автоматик не ни один из критиков которых я читал рецензии которых я читал относительно этого альбома той автоматик не упоминали упоминали другие песни упоминали песню старшего хитом Demons in profile она действительно хорошая я про нее скажу пару слов она очень мощная но вот про той автоматик никто не говорит а той автоматик это прямо вот для русской души на разрыв такая красивая такая драматичная с такой слезой с таким надрывом с такой трагедией и драмой спел здесь Грег Далли что сплошное наслаждение если никогда не слышали этой пластинки начните с той автоматик это такой классический я буду выражаться языком из прошлого века классический медляк злобный трогательный и все самые слезливые песни у Рая Хипа он убирает конечно напрочь сразу что это я вспомнил вдруг такие вещи но музыка при этом очень современная очень здорово записанная мастерски спродюсированная и при этом на удивление живая не запродюсированная не покрытая глянцем вот этим отвратительным тошнотворным благодаря которому я несколько групп считавшихся среди меня любимыми например Red Hot Chili Peppers перестал воспринимать вообще на дух после пластинки Californication я понял что это это все это можно крест ставить на этой группе и она мне больше не интересно и автоматически даже ранние альбомы перестал их слушать вот что делает глянцевый вот этот вот налет здесь его нет здесь очень классно все сведено классно отмастерено классно записано но без глянца очень круто Birdland первая вещь не падайте со стульев виолончели скрипки и голос дали предвещающий грозу которая наползет на нас уже со следующего номера но она еще ползет грозовая туча она еще не подошла вплотную она уже видна но еще не каплет на нас не капает не каплет я скажу мне так больше нравится но очень красиво арт-рок группа как хотите ее называйте инди альтернатива хард-рок гранж пост гранж на самом деле это абсолютно прогрессивный рок арабиан найтс арабиан хейтс хейтс следующая песня ран цик тайпфер и вот здесь уже понеслось здесь уже пошли скрижущие яркие гитары барабаны с уходом даже в такую металлическая диско которую изобрел дэвид боуи в свое время в конце семидесятых годов прошлого века и гип-оп подхватил эту штуку и вот эта металлическая диско здесь мочит просто не всю песню но на рефрен выходит вот в такую танцевальную такие мрачные страшные танцы начинаются и затягивает настоящим таким хорошим современным подчеркиваю рок-н-роллом рок-н-ролл тоже развивается тоже меняется очень здорово ну вот тот самый demon and profile хит номер один с этой пластинки который тоже с такой переменчивой структурой ломаной структуры вроде начинается спокойненько немножечко а потом уходит опять в кусочки вот этого металлического диска около фанковые такие дела вообще далее говорил о своей группе я где-то читал что мы играем смесь музыки The Temptations The Temptations Нила Янга и кого-то еще ну Temptations и Нил Янг здесь присутствует в полный рост конечно но при этом все это современный гитарно-синтезаторный мелатронный рок мелатроны здесь вовсю кроме того здесь виолончель и скрипки два саксофона труба и тромбон и вот эта мощь в Demon in Profile она не к финалу а с середины песни она так наваливается таким плотником так здорово и все это все это в такой трагедии далее у него что не жизнь что что не пластинка то драма то и автоматик я уже и говорил следующая песня ореол заканчивает первую сторону медленная красота медленная печаль медленная лирика нежность но в конце все равно шарахает так что мама дорогая но здесь виолончели две скрипки мелатрон ну гитара бас барабаны понятно что Коперникус открывает вторую сторону и кажется что первая сторона закончилась навсегда и мы слушаем какую-то другую группу потому что моторные барабаны пошли которые вышли на первый план гитарный риф абсолютно хардроковый абсолютный хардрок пошел и вот эти барабаны с гитарой машина закрутилась закрутилась и понеслась чистый тяжелый рок Коперникус вот критики очень любят эту песню и особенно следующую The Spell которая мне не нравится ну видимо здесь текстовые дела работают хотя она красивая но она мне на фоне всего того что было она как-то у меня проваливается немножко зато Light as a feather прекрасная вещь прекрасная тоже вот этот вот самый русский народный разрыв ну это я утрирую потому что никакой здесь не русский народный а кстати говоря группа-то американская а звучит как мне кажется как английская почему-то почему-то вот американой здесь я не слышу никакой вообще куда она делась я не понимаю и на что ориентировались хотя в в референсах в ориентирах как говорил Dooley Temptations и Neil Young но музыка абсолютно какая-то европейская английская даже скорее может быть европейская куда-то в скандинавию даже куда-то с закосом с небольшим хотя вот это металлическая диско и фанк они здесь проступают но очень металлизированные очень при этом живые что хорошо и две последних песни I got lost и into the flow into the flow как сказать I got lost финал пластинки как бы предпоследняя песня но оказывается что это фальш-финал а into the flow последняя это уже настоящий гранд-финал медленно но верно что называется в общем альбом замечательный со всех точек зрения и с точки зрения контента композиторской мысли и с точки зрения исполнения с точки зрения наждачного вокала дали наждачного но точного и хорошего с точки зрения гитар с точки зрения скрипок виолончели и всех остальных мелатронов а также духовых тромбонов двух саксофонов и двух труб все тут есть а главное энергия и творчество творчество здесь в полный рост пошел пить пока как где в